всем здорова пока есть время продолжим александров автомобиль а а продолжим по планам я думал сами двери хочет снять не говорит на хрена мы сейчас это борт два борта крышку багажника тут снимем она не готова он там о не 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 покажу там страшно там стыдно и страшно два борта тут он даже чуть начал чухать значит становимся в таком порядке крылья щаски не потому что они покрашены не зашоркать их капот уже покрашен бампер уже покрашен скидываем крылья он идет под брусок я иду под машинку выбиваю 400 то наверное 600 пройдусь слегка потому что цвет такой конченый чуть-чуть уходим до крыши крышу отдельно будем делать потому что тут с крыши надо отдельно заниматься скорее всего он и в ноль просто с ними чтоб не париться и под мокричок все пойдет но это уже да когда стекло там срежем двери все будет короче крыша буду делать это да когда уже весь автомобиль будет готов по факту как будет время у нас приступаем нам для работы понадобится длинный брусок без распорки чтобы он был мягким 320 тремовская вот в таком где где формат ну короче это сетка да у меня есть и сетка 320 и листы тремовские 320 е ну вот такого формата елочки такой надет остановился отвлекли меня короче вот такой 320 кай сейчас будет чесаться весь грунт санечек уже пробежался 240 именно я так понимаю кусочком на вообще-то не шпаклевано шпаклевала чисто быстренько до шпаклевала чуть-чуть протянулся и тут и большим или коротким большим большим а чё 200 а вот в мерке мерки а бронет кстати хорошо работает довольно таки нажатом пыль собирать гораздо лучше чем вот этот да она почему-то подсвистывать не за раньше такого не замечал может что-то изменили в зерне но то такое что приступаем ты тогда чего идешь а пылесос блин а у тебя уже я понял короче я иду 400 600 ну давай поменяемся процессе поехать парочку быстро так перчатки кстати я его еле заставил работать в перчатках ну нормально тебе пойдет водная вещь водная вещь визжу в руки моешь вещь цена вопроса там ну я не знаю в рознице порядка наверно 3 евро стоит перчатки я в своих вот мои я в них заканчивал бмв сделал линкольна работал на складе собирал склад в них они еще живые и рука внутри чистая как ни странно то есть я их не стирал и с ним ничего не делал хорошие перчатки а да они кажется что стоит дорогим 3 евро до 3 евро дороговасто но это в рознице а так вещь тема покупайте хорошие вещи будете работать в удовольствие давай пока наверно снимки chrome запечатаю чтобы не ушатать его chrome ну батон же сразу делаем и потом приступим к перетерке а 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 те я надеюсь к есть грунт салел сначально мы с момента грунтование больше тут не произойдет ничего вот это называется хороший материал который сразу обрисовал и на этом закончим б vai by 10 минут, Саня пройдет, да какие 10 тут, минут по 3 на каждую дверь. Я потом пробегаю машинкой за ним на мягкой подложке, пятерочка. И мелочи там, проемы уже скотчбрайтами дорабатываем, и мы готовы в откраску. Сегодня, по идее, мы ее и покрасим. Посмотрим, как будут отвлекать нас от работы или нет, от этой работы. И по идее, и покрасим ее. У нас идет обтирка перед покраской, продувка. Так удобнее, на улице выгоняешь ее, обдуваешь все лишнее, протираешь, чтобы не пылить в боксе, не мусорить, не гадить. На улице это как-то попроща будет. Да и в камеры меньше гадить. В принципе, все, сейчас Санечек заедет, что-то мы затянули сегодня. Санек заедет, заклеимся, да и задует ее. Тут-то работы осталось на... Блин, на сколько? Часа на три, наверное. Тут протир один получился. Ну, такой крупный. А тут протир. Ну, и тут на торце протир, как бы. Больше ничего особо сильного. Багажник сняли, чтобы не мешался. Так, у Санька тут больше протиров. Чуть-то... Ну, да, но зато двери вообще в идеале. Ну, они и были в идеале. Ну, там 1-2-3 секунды. До фирмы. Все, заезжай, давай, поехали. Кус, 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 кус. как говорит карыч надо это любить оклеивать и стать спокойненько чем-то своим думы запечатывается заворачивать сейчас и тут надо заклеить бирдочку не знаю санчо нижние дырки ты будешь чем-то запихивать а позор а молдинг подмолвена заклеишь не то ну ты шо но если хочешь заклеивать сам я по так красоту честно то оттуда много мусора не вылетит с нижних ну а верхний надо тогда скотчем сеть парицу не просто надо ехать реально бы не успеет так я короче так санек не любит заклеиваться начали мы с ним одинаково вот он вообще не любит заклеивается я наверно приеду ты как раз начнешь красить ну да тебе еще конечно много там стекла резиночки обрезиниться и так далее есть чем подзаняться все я погнал вернусь вернусь проконтролирую пока я мотался саша уже в принципе он к припыльному слою протирается протирается база у нас макситон под туплю встаю что там мелких а вот и вижу как данного вот она вот это из базы или воздуха ну скорее все где-то отсюда она дула что тут ручка как которая с протиром была где она кстати а не видно ничего рамки чуть прибыли его раз и потому что чуть-чуть как бы видно прошел но не перетирал или и все равно этом протер тебе 320 400 600 дырка не кислая что по базе у тебя какие мысли ну как бы тебе база весь борт два слоя с припылом уже до первых ну единственное что ее кардинально отличает это на полу глянцевых как бы вот это да чуть-чуть чутка не начался равно припыл сделать тебе надо равномерно раскинуть и да вот этого вот не было потому что не богат вот это вот останется на этом под лаком это будет ни хрена не прикольно ну давай я к тебе на лаки зайду погляжу что она аж интересно вот это собери что-то она гоняется вот вещь красиво просто не она такая движетесь перемещающийся возьми обдусь давайте я включу вытяжку и вперед ну тут мы тут мух гоняли ходили мухи на свет налетели с ним поэтому ты сейчас свет выключили везде там включили открасился саля он тут под раскинулся у разложил неплохо ложилась h-400 башка лвы из-за один и четыре чисто именно базовый идеальный базовый ствол бюджетный неплохо нормально а шершав когда ёжика сделал ну понятно тут даже ручку будет не видно когда пересыпешь все лючок покрасил мало ли может забыл ничего нигде не подорвало я не видел что ты пара у тебя тут очень сильные протиры были ну ты перегрунтовал и норма конечно ступень какая ну в том плане что там где грунт сбился подскочить вот тут чуть-чуть ну посмотрим мне кажется не будет видно вот так вот он идет линия ну да видно видно чуть-чуть видно посмотрим как он будет оплачивать а ну сам себе делал не только говорится никого не обвинит хотя у тебя и тут было подскотч вот тут ну тут ничего не видно я понял что у нас тут уже трава фильтрах растет сами бурьянина да хорошо что багажник сняли без багажника удобнее а трет-то третка как себе ну да ну давай посмотрим на что ты способен торцы сначала лачком все работой озвучивать свои действия это полутораслоемых лакарбы пробуем его как он себя поведет у него по инструкции где не в этом значит это другом короче у него можно полтора слоя наваливать два либо полтора все сейчас он дольется потому что там тот борт запылили ну тут санек именно влей его хорошо не бойся ты просто чуть-чуть ну подразлей получше я пойму что те согрей нужно ну такая как ты делаешь у тебя подача на всю вливай откидывая А теперь это смелее 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 вот лавого лавого вот Вот мне непонятно Сажу я тут по камере Саня ходил сейчас ручкой После припыльного слоя лака Собирал ворсинки именно Этот борс отлачен уже минут 15 назад На верхней части крыла Ничего не нападало Это я сейчас размышляю о том Откуда мусор берется То есть на верхах все чистенько Мусор оттуда не идет У нас получается где? На борту на этом Есть ворс И он был уже на базе Когда она была как бы липкой салфеткой протерта Мне непонятно Может у кого есть какие мысли Помогите найти так сказать Давайте вместе найдем Не хватило? Нифига себе Я тебе 400 грамм развел Ну не спеши У тебя есть время Так вот Видите ворсинка И эта ворсинка сука Лягла вот тут перед лаком Откуда она блин берется С нижних фильтров так поток идет Два раза салфеткой Два раза салфеткой Да Ходил со ствола Обдувался Вот муха летает А ну уже лак усек Уже не прилипло И непонятно Как? С нижних фильтров Так там же нет такого ворса Он стекловолоконный Тем более ничего не взлетает Лаком все придавливается То есть потоком лака Он хоть и не супер бешеный Но придавливается Мне не ясно А верхушечки Получаются идеальные Вот они Ну тут какой-то именно Сарина Но не ворсина Та которая на боку Лежит вот тут Что оно откуда берется Хрен его знает Верхаж чистенький А сбоку ворсинка вот лежит Как так? Меня это раздражает Когда не знаешь Откуда пооблем Ну да Ты их прошел Сейчас все поубирал Он в ручке лежит Крупный Капец Сейчас Санек Покажет нам одну хитрость Он Он постиг дзень В этом деле Как в ХС Два с половиной слоя валить Да Как завалить В ХС Маски Маски Как она тебе нужна Короче Мысли мыслями Мысля какая Какого плана Откуда Ссор Вот этот ворс На борту Позвоню Жене Еще у него Спрошу конечно Ну тоже Пол стекловолоконный Я не исключаю Что там есть Такой ворс По размеру Саня когда Открашивался Он выходил Выключал вентиляцию Остается открытым Клапан Который смотрит на улицу У него нет Никакого препона С улицы Сюда чем то дунуть Единственная мысля В чем Что с улицы Когда выключена вентиляция Что то может приподнять А кузов все таки В статике находится И к нему эта дрянь Все прилипает И липкая салфетка Почему то не собирает Так вот В чем прикол Саня пошел делать Рояльный лак Короче Он на полтора слоя Навалил 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 еще в один проход А сорины Не сорины А ворсины Которые чуть-чуть торчали Там еле-еле Но их уже во первых Не видно Это раз Во вторых Даже то что если и видно Самое что то Нет Это уже соринка Именно Это не ворсинка Именно катером Тут штук пять Может десять На борту Хотя их реально Ну вот еще Вижу То есть реально Результат лучше Прикол в следующем Идем дальше Сверху Если что то Бы сыпалось Ну по логике Да Оно бы уже Камера работает Не выключаясь Уже минут сорок Да Минут сорок И тут ничего Получается сверху нету На борту тоже нету Вот это что есть Это с машины вылетело Да Смотри в чем я хожу По камере Да И Саня Дело в том Что он терпит Я понимаю Что ему противно Что я хожу Без одежды Мусор может еще И с меня Сейчас приземляться Какой то Но немного Но дело не в этом Неужели С нижних фильтров Когда камера Выключена Может вот этот Ворс подняться И прилипнуть Э Э Меня это Капец как раздражает Это не поверите Аж Тошно становится На фильтра Отвалено Бабок немало Ну реально немало А результат Получается Сука Хуже чем в гараже Следующая покраска У Сани Надо красить крышу Багажник Бампер И хватит Пока что А Больше и нечего Я думаю Это ты за один раз Будешь делать Чтобы не растягиваться Я ему сказал Чтобы он Вентиляцию Вообще не выключал Надо 2 часа Пусть 2 часа Молотит Надо 3 часа Пусть 3 часа Молотит Но посмотреть на результат Будет ли вот этот Именно ворс На крыше На багажнике Который на вертолете Будет краситься И на бампере Если ничего не будет При выключенной вентиляции То тогда это Сто пудов с пола Подымает Когда вентиляция Выключается Если опять же будет То тогда надо уже думать Вообще Откуда оно может Ты куда пошел Доктор Зольбер По лаку Он говорит Что ему А он еще не развел Ему на Один проход На тот борт Я не участвовал В этом деле Ему нужно было 300 грамм густого лака 2 к 1 разводится На один проход Чтобы залиться 450 грамм Готового материала Он его не разводит Он ему этот лак Понравился Густым Как он есть Хотя Я когда его пробовал По-моему 10% наливали в него Вот Будем посмотреть Что там будет У нас получаться Ну что Не хватает Да тебе Элочку Твое мнение Мы не скажем Сколько он стоит Куда ты кинул Ёпты Я потом все Да ладно Ты потом Ты потом все Это Такое С вами дело Швырну Ну туда хотя бы кинь Да не открывай Ты двери Лишний раз Просто Под ноги кинь Да и все Надо там Кстати мусорочку Небольшую поставить Не надо Ну хотя бы Небольшую Для этих дел Крышечки На горой Зарастают Да Что ты скажешь Этот лак Стоит своих бабок Да Реально Он своих бабок Он стоит Короче Нам его Склад отдал Вообще Походу По деньгам Что он зашел К ним Я не знаю Сколько он будет стоить Когда он появится В продаже Именно Его завезут массово Ну я думаю Что прям Космическое Ну пускай Еще там На 5 евро Он дороже будет Да Итого Это будет Ладно Когда будет в продаже Ну нормальный Мы скажем Сколько он стоит Сейчас мы его купили Вообще за спасибо Ну за эти деньги Можно брать лак Тем более На такие какие-то Можно даже Рояльный эффект делать Тут заодно проверим Тут получается По лаку перегруз Тут уже где-то Микрон так 100 Наверное Лака лежит Кипеть Если бы он кипел Ну он бы уже закипел Я думаю Давайте я пощупаю А да Он уже и эту Межслойку прошел То есть он не закипит Доказано Дешевым экспериментом Что Недорогой Полутораслойный лак Ложится в 2,5 слоя Только с нормальной Межслойкой В принципе все неплохо И он даже не течет Как бы Даже нигде намека нет На потек Но Саня дал крупную шагрень Я такую шагрень не люблю Я когда им заливал Элементы тестовые Припыл и влил И мне все нравилось Саня говорит Нет Я люблю по 6 слоев вложить Это тебе на один борт? Да Ты шума зашел Сейчас увидишь Как он Валера Я конечно Люблю Made in Spine Все дела Ствол Красивый Классно смотрится Ну Не прикол Сейчас Погадать сколько тут есть Я сейчас отвалю И покажем Сколько осталось Ну реально Без обид Там видите Там сейчас Бультыхается 50 грамм лака Ну реально ВС Вот это вот все Можно было Пройти два борта Ну ладно Может быть Чуть-чуть Не хватит Чуть-чуть Ну два борта Ну я был первым Не один борт Перерасход материала Сумасшедший Пока халява Ну пока халява Да Я понимаю Ну все равно Блин Я поражаюсь Расходу материала Я уже жду Когда Тимур скажет Black Mamba Пришла к нам на склад Мы тебе ее отправляем И я уже хочу Ах Черную ВС В руки Красная ЛС Есть Теперь надо Черную ВС Запомним Сколько его тут было Посмотрим Сколько его там станет Да ты себе Вытащик крышкой Уже закрывать Кстати Хорошая вешалка У ИВАТЫ Там интересный магнит Я себе таких еще не нашел Но когда найду Я такие же вешалки Буду делать Гораздо дешевле Что это Санек Это хрень Переходник Под ППС То есть Снимай Сейчас Помощнее Шланг Иди А ему шланг Надо на нее вешать Снимай нафиг Эту дрянь свою Это делается Вот так вот И сюда вешается Башка ППС Держится за нее Понимаешь Все А он на него вешает Шланг И говорит Хреново держится Что-то Есть он пень А она вообще Не должна держаться Я ее отсюда сниму Вот сюда При собачью Пусть тут висит Сюда шланг И не повесишь Смотрим Маэстро Ваш выход Рояльный лак Рояльный лак Давление 2,2 Ну это самое оно Вот это уже похоже На тот проход Который должен был быть После припыльного То есть Ты сейчас Сделаешь Именно то Что ты должен был Сделать В прошлый раз Ооо Рояльный лак Рояльный лак Красота Вливай 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 На стойке Ооо 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 Пошло Да Ооо Ооо А знаете Я вот Я без маски Нахожусь Когда он лакирует А настроение Это поднимается Я так сижу Поднюхиваю И прям жизнь Становится веселее До меня тут Чуть-чуть Долетает Туман Туман Который Он Наваливает Ну Согола Конечно Туманит Хорошо Ну и лак Она бьет Хорошо Рояльный лак Рояльный лак Рояльный лак Лак Есть Новый лак Но Нахожу вот она станет вот она это именно то что надо было сделать после первого припыла вот вот она понимаешь ты на рояле не играл в детстве не стором ровно вот этот юбка соточка было плюс 50 развел ты сколько готового 450 осталось 150 300 грамм расход лака сейчас соточка тут и там было ну примерно 50 400 грамм извините не ну реально тема вот сейчас уже тема пока кстати хорошо борт так стоит я объясню почему я делал лампы на вот это вот уровне в камере потому что когда ты садишься лакироваться ты все четко видишь вот тут полностью видно весь низ присел единственно сейчас дверь уже в этой форме в изгиб уходит дверь да на двери ничего не отражается надо сильнее наклониться как тут уже до пола остается 30 сантиметров тогда можно увидеть но то есть по крайней мере нормально видно я вижу сидя с этой точки я вижу весь низ дверей до молдинга полноценно нормально вот водительскую ты залил прям вообще шикарно ты прям ее вдалбливал так как хочется красота трата так не надо санек разве что наличок налей да и все вот вроде бы туман в углу да туман шик и ушел вниз и все то есть когда работает вытяжка точнее приток вытяжка то у меня сейчас вообще никак не подключена там тупо выход на улицу идет через клапан то есть сейчас у меня открыт клапан на улице и задувает если выключить вытяжку клапан механически закрывается пока электронную не сделал он стоит открытым ну нету мусора ничего ж не сыпет и тут ничего не сыпет по крайней мере ничего не добавилось значит зря я на потолочные фильтрах решил не в потолочных фильтрах дело рояльный лак рояльный лак рояльный лак что-то я надышался что-то знаешь ультра хс нормально так дает мне хватит на сегодня короче я пошел отдыхать всем пока